Харикришна! 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 Дед Мороз, мы тебя ждем! Давайте поаплодируем ему! Вот он, Дед Мороз! Дед Мороз, проходи! Дед Мороз, проходи! Ну что же, мы какой-нибудь стульчик для Деда Мороза найдем или он стоять будет у нас? Можем постоять! Постоять можете? Ну хорошо! Дедушка Мороз где-то Снегурочку потерял, потому что он из Брахмачали Ашправа! А давайте немножко познакомимся и расскажем, что вы хотите пожелать друг другу за Новый год! Кто хочет? Есть ли у нас желающие? Так, мы сейчас построим программу тогда таким образом, что, Дедушка Мороз, ты сразу хочешь подарочки что-ли начать дарить? У тебя же какие-то игры там были? А вначале я хочу спросить, а есть ли кто первый раз в Краме здесь? Вот! Кто здесь, кто первый раз в Краме? А кто не был год? Кто сейчас первый раз за год в Краме? За полгода? Каждые полгода ходят в Краме! Вот это да! Лиза, иди к нам! А есть кто-то, кто вообще сегодня первый раз? Нам сказали, что есть такие! Там, да! Там? Да, можно позвать этих людей! Нет, подожди, Дедушка Мороз! Пусть Лиза нам расскажет, как она закатилась в эту жизнь! Давай! Можно что-то от сердца? Поздравление небольшое! Что ты слышишь? Харик Кришни, дорогие бедные! Я очень рада, что Шишинитай Кауранга, то, что бедные Екатеринбурга меня принимают, то, что я могу посещать Крам, то, что я могу поздравить с дорогими и не родными беданами! Вот! И Кришна мне позволяет где-то раз в полгода или раз в год приезжать, видаться со всеми! Я очень-очень рада всех видеть! Вот! Шёбрубады! Да! Шёбрубады! 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 Я в августе приехал из Индии, я просто чуть-чуть про себя расскажу, и познакомился там с классными ребятами, они большинство признанное, а потом я поехал к ним во Вариндауан, мы там жили неделю. И вот так все началось, и мне очень нравится общаться со всеми вами, со всем этим движением, я с удовольствием сюда уже второй раз прихожу, и хотелось бы передать вам все то тепло, которое у меня есть внутри. Спасибо вам за этот год, вы в лице всех тех, с кем я познакомился, и счастливого следующего нового года. Ну потому что все равно он у всех начинается, и поэтому чтобы он был лучше, чтобы вы также чувствовали это тепло, и вам было хорошо в душе, и ваша душа, она возвышалась, и чувствовала все больше и лучше Кришну, и вы радовались вместе со своей душой, и знали, знали, что ваша душа — это вы. Спасибо большое. Дедушка Мороз, ну у тебя же были игры, давай поиграем немножечко. Выиграем. Спасибо, доченька. Начнем с простого. Сколько стихов у Бога Водбития? Семьсот. Есть, сэр. Доченька. Горжиканта отключить. Что, вручить нужно что-то? Уже что ли? Ну ладно. Ну ладно. Хорошо. А сколько глав у Бога Водбития? Отлично. А сколько шлок в Шримад Багава? По руке, пожалуйста, они все вместе. Сколько? Восемнадцать тысяч. Точно. Господи, сколько шлок в Шримад Багава? Глав, глав. Глав Шримад Багава там. Семьсот. Это в Бога Водбития. Там стихов семьсот. Меньше, если что. Насколько меньше? Ну, два, два. Триста сорок. Еще тысяч меньше. Триста. Чуть-чуть больше. Триста тридцать пять. Чуть-чуть больше. Триста тридцать пять. Меньше? Триста тридцать три. Два. Триста тридцать два. Теперь мы знаем, сколько глав Шримад Багава там. А теперь нужно назвать дату по солнечному календарю день рождения Шримад Багава. По солнечному календарю. Второе сентября. Меньше. Первое сентября. Первое сентября, да, то есть в советском пространстве. Маленький мальчик. А год? 1896-й. Точно. Сразу видно, человек в науке. Назовите год рождения, готовьте съедом к старосаде. Ого. Это уже посложнее. Да. Чуть-чуть меньше. 75-й. Еще чуть-чуть меньше. 24-й. 74-й. 74-й. Ах, вот. Привет. По солнечному календарю день рождения года Шримад Багава. 76-й. Ммм, дату? 18-й. 18-й. Ноябрь, 15-го ноября. 15-го ноября. 15-го ноября. 26 уже не считается хорошо я первый раз неправильно сказал кто может угадать с одного слова корабль это корабль, на котором привлеклил Шимон Багалат в Америку как еще раз называется? Джаллоков правильно буду издеваться, но я спрошу сколько глав Шимон Багалата? 300 тысяч, а 300 тысяч правильно, 300 тысяч вы уже поняли, что я издевался? вообще я закончил издеваться ну да, хорошо игры закончились? наверное, да здорово хорошо, дорогие преданные а сейчас можно, кто хочет, кто не хочет все, кто, да, по желанию и нежеланию просто сказать несколько слов поздравительных и Дедушка Мороз вручил подарок можно стих или песню спеть небольшую только кто хочет, надо, но просто мы немножко ограничены во времени нужно говорить успеть кто хочет, начать кто хочет, начнешь начнешь? хочешь начать? я знаю девочки давай Зайчонка, хитрая лисичка, отвлекла плутовку, умная синичка. Майки и зайчонок заболел ангиной, ему мама в норке чай дает с малиной. А как это связано с Господом? Снежинки прилетели к обьялке и зайчонку по воле Господа. Ничего не проходит без него в этом. А вы знаете? Не знаете? С неба хлынула дождь какие-то дра. По подъездам спрятались старушки. Мир твоя волшебная игра, мы твои волшебные игрушки. Чему быть, того не миновать. Лишь прошу одно благословение. Никогда тебя не забывай, помню тебя каждое мгновение. Просто великолепно. Старших нужно слушаться, поэтому просите. Я видела все руки. Ты меня за собой позови, ту страну, где живут чудеса. Где сердца горят от любви и рождают глаза небеса. Где из лоб слагают стихи, каждый шаг превращается в танец. Принимая в дар от зари нежно-беловый румянец. Давайте мечтать, давайте писать о том, как поют небеса. Давайте любить, друг другу дарить полное счастье сердцем. Спасибо. Спасибо. Настенька, сиди. Я расскажу. Манту Шрифтранаму Манту Шрифтранхупаде стихах на Петрогу. Я приношу почтительный поклон в Активиданте с вами Прабхупаде. Шри Кришне бесконечно дорог он, поскольку вечно в Господа влюблен. И на земле трудился Кришне ради. Поклон тебе. Примерный ученик, Госвами Сарасвати, Шри Чайтане. Распространяя Господа послание, все смело в страны Запада проник. Спасая население в тех местах от всех идей, вводящих в заблуждение, что истина из личной куста, ты раздеваешь эти утверждения. Спасибо. 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 Кто еще хочет? Не стесняйтесь. Можно просто два предложения. У меня еще песенка идет. Да, давайте, давай. Но подарок мне не надо, Кир. Это... На самом деле, можно не с микрофоном? С микрофоном лучше, там записи. Это... Для камеры, что ли? 99-й год, Пермь. Я просто случайно увидела в интернете, я не смогла пройти мимо. Вот списала и сейчас пою. Ну, в принципе, мотивы знаете. Мы можем подхлопать. Да, можете подпить, подхлопать, подиграть. И вот, как мы сейчас... Зачем я появился? Зачем я выпил и выстрел? Зачем я этим миром соблазнился? Зачем я счастья не свистал? Его здесь нет болезни до страдания. Ко мне приходит вновь и вновь. Зачем же я развил себе желанья забыть божественную любовь? Зачем же я развил себе желанья забыть божественную любовь? Зачем же я развил себе желанья забыть божественную любовь? Зачем же я развил себе желанья забыть божественную любовь? Зачем же я развил себе желанья забыть божественную любовь? Зачем же я развил себе желанья забыть божественную любовь? Зачем же я развил себе желанья забыть божественную любовь? Али, Али! Али, Рама! Али, Рама! Рама, 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 Али, Али! Это лучший стежок, что я слышал за все 332 года, которые я здесь скажу. Давайте троих крестных хореволов и матушке, и автору этой песни, которую мы знаем. Я не знаю, кто автор. Но мы его все равно прославим, Господь знает. Али! 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 Приглашаем еще кого-нибудь. Давай. Вот молодец. Настоящий мужчина. И ветер бушует над гором, Из гор побежали ручьи. Мороз своего додозором Обходит владения свои. Глядит, хорошо ли метели, Лесные тропы занесли, И нет ли где трещины щели, И нет ли где голой земли. Пушистый лесосень вершины, Красив ли узор на дубах, И крепко лескованные льдины В великих и малых водах. Забравшись на сосну большую, По веточкам палец и бьет, И сам про себя удалую Хвастливую песню поет. Али! 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 Молодец! Ты же порадовал дедушку, очень здорово, молодец! Помните, иди милар, помните! Да, да, да. Али, отражай, отдай брать! Поварись, и техначно. Если ты не знаешь патишок, может ты хочешь попросить что-нибудь? Наш Дед Мороз это проводник Господа. Если подходите, пожалуйста, детки, подходите, мои хорошие. За подарками в очередь. Что хочет? Иди, мои хорошие. Ну, подойди, получи подарок, а не до ворота. Может быть, что-то ты хочешь попросить у него? Можем догадать желание. Боже, я больше полгода. Вот, хочешь научиться делать прям. Пожарский комитет, наверное, услышал это желание. Запоминайте. Давайте, иди сюда. Давайте, давайте, давай. Ну, хорошо. Может быть, кто-то из преданных хочет попросить что-то? Или кого-то поздравить, или что-то пожелать. Преданных, ну, давайте, мои хорошие. Мы же одна семья. Ну, что вы стесняетесь? Представьте, что мы все родные, братья, сестры. Просто два слова. Можно? Да, Ирина. Знаете, я на самом деле, каждый раз, когда приезжаю в Екатеринбург, я смотрю на вас, на таких счастливых. Потому что вы каждый раз можете приходить, посещать храм, видеть шашинитайку рангу, видеть преданных. Это просто большая такая возможность. Я, когда жила в Екатеринбурге, я пыталась вообще каждый день. Вот я познакомилась с преданными, когда училась на четвертом курсе. Можно, да, немного расскажу? Вот. И у меня уже был на носу диплом, у меня уже были на носу экзамены, и я все забрасывала. Я шла на хренамы, я шла на праздники, я шла, как бы, ну, находила любую возможность, чтобы быть преданными. Вот. И для меня сейчас очень ценно, и для меня, как первая самая семья, вот, для меня это очень ценно. И я хочу, чтобы каждый почувствовал вот эту вот ценность у себя в сердце. Потому что у вас, на самом деле, есть эта возможность. И вот. И я хочу пожелать, чтобы вы эту возможность очень ценили. Спасибо. 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 Спасибо большое. Не уходите далеко. Я тоже. Хочете? Хочу сказать. Не для того, чтобы сказать, подалок, а что? Ну, как-то вот захотелось. Но, я вот, мне понравились вот эти слова, которые были сказаны. И я хочу сказать то, что я все время говорю. Давайте организовывать воскресную программу. Да! В Екатеринбурге уже пятый год нет регулярных воскресных программ. У нас есть постоянно службы. На очень высоком уровне. Три раза в день. Никогда не было, чтобы их не было. И когда пуджаре не выглянул, из-за что? О, никого нет, не будем пуджи проводить. То есть, это проводится всегда. У нас есть храм. А у кого-то нет. И мы можем каждое воскресенье сюда приходить. Но почему-то у нас нет воскресных программ. Вот нет и все. А это большое пучение. Потому что воскресные программы, Прабхупада создал их для нас. Они объединяют Дедушку Мороз. Нема Миря. Отвлекаем. Так вот, он создал их для нас, для того, чтобы мы стремительно прогрессировали в сознании Кришни. Потому что воскресные программы объединяют пять самых могущественных анкредного служения. Нет таких других. Вот. И эти самые пять могущественных анк, они даже описаны в Бхагавадхите. Вот. И поэтому, когда человек на них регулярно ходит, подтверждение, вот. Ятра объединяются. Она становится действительно семьей. А когда их нет, мы существуем как-то каждый сам по себе. И так периодически сюда приходим. Поэтому у нас есть большая ценность. Но мы не ценим то, что у нас есть. У нас есть храм. И у нас есть воскресенье у всех практически. Ну, может быть, у кого-то там плавающий график. Но не важно. И вот, что нам стоит приходить сюда на 3-4 часа? Бюджет мероприятия 7 тысяч рублей примерно. Вот и все. Это в состоянии, это посильно, 30-40 человек в состоянии это все здесь. Поэтому у меня есть предложение. Давайте в новом году все-таки вдохновимся и каким-то образом через друзей и знакомых найдем тех, кто возьмет ответственность. Я прошу прощения. Нет, с хрена у меня немножко не получается пока. Вся суббота уходит. Если бы не было, с удовольствием. Возьмем и начнем хотя бы 2 раза в месяц. Но это неправильно. Нужно каждое воскресенье. Потому что, смотрите, если каждое воскресенье есть 100% программа в храме, то человек встает, у него какие-то были планы на воскресенье. Не важно, там, в огород скопать, там, где-то прочее. И вдруг что-то не сложилось. И он точно знает, что он поедет в воскресенье в храм и будет программа. Вот это точно знает, она создает вот эту вот постоянную массовость и постоянное ее существование. Потому что если программа от случая к случаю, то люди, они, в принципе, отвыкают, они планируют свои дни как-то по-другому. Поэтому у меня есть пожелание всем вайшнавам города Екатеринбурга. Давайте войдем в 2018 год с воскресными программами. Ари-по! Спасибо за интересное пейс. О, хорошо говорил. Наговорил, ломка пошла. Прошу прощения, Брена. Отмиловал вас. Так, дедушка, милая, пожалуйста, помолчи. Извините. Дело вот в чем. Я давно, давно внесла предложение нашим, ну, ведущим тут кому-то, создать летопись нашей ядры. Ведь нашей ядре уже скоро 40 лет, как мы начали сознание Кришны. Но летописи до сих пор нет. А ведь люди приходят и уходят даже из жизни. Почему бы не оставить о себе что-то? Это история наша ядра. Поэтому я вас... Вот даже молодые сейчас уже здесь дети. Дети первых, подожди, дети первых наших преданных уже есть здесь. Ведь это здорово, это очень хорошо. Поэтому прошу вас всех еще раз, пишите, пожалуйста, заметки о себе, как вы пришли в сознание Кришны. Как вы работаете, ну, что вас устраивает здесь, какая обстановка у вас. Это все будет интересно и в будущем читать. Материал все удано будет. Книга почти уже готова, только на печать еще не донесла. Как она это есть? И обложка готова. Что-то больше не могу сказать. А я знаю. А, ну вот видите, уже я обложка готова. На печать просто... Вот, а сделать надо, надо довести до ума все, что набрало. Хорошо. Спасибо большое. Кри-бол! Матушка Ведотита, сколько лет вы в сознании Кришны, пожалуйста? Сорок три года уже. Сорок три года! Представляете? Кри-бол! Кри-бол! Ну, я первая, поэтому у меня такой срок большой. Я первая была, поэтому срок очень хорошо. Она ушла. Вот еще хочешь? Вот. Представь Кришна. Для меня Новый год это очень семейный праздник, всю свою жизнь. Вообще, абсолютно все года я его встречал с родителями дома. Как минимум пять минут я был, потом я мог уходить, но это было регулярно. То есть, вот, и второй год я его встречаю не с родителями, а в храме. Вот, и для меня это большая радость. Я вот сейчас не был в начале тут, когда началась программа уже с поздравлениями. Ну, а когда я зашел, я увидел божества, что они просто в их стадии. То, что они смотрят, на то, как преды собираются и встречаются настоящей семьей. Вот, большая удача. Матаджи очень сильно хотели сделать эту программу и по их милости принялся божеством. Она сегодня произошла. Вот, ну, в общем, я хочу сказать, что для меня очень, на мой взгляд, семейный праздник. И я рад быть второй год уже вот с семьей, потому что вы все для меня становитесь семьей потихонечку. И трешно. Все в семью. Простите, но я ни один стих не помню. Красный стих, мне нравится. Есть, да, что-то? Теперь еще раз. Кто-то еще, наверное, хочет поделиться? Тогда приступаем. Прочтение подарков. Вот-вот-вот. Вот-вот-вот. Давай. Ну, может быть, еще кто-то хочет что-то сказать, поздравить или стихи рассказать. Ну, если все стесняются, все наверняка хотят, просто матаджи скромные, а вакты тоже скромные. Вот, тогда как нам лучше организовать раздачу подарков? Здесь может быть два способа. Первый способ – это каждый просто засунет свою руку в большой мешок и что-то вытянет. А второй способ – каждый просто подойдет к Деду Морозу. Ну, и я что-то вытяну. Можно так. Второй. Второй лучше, да? Всякий случай второй. Мы в очередях там убились. Тогда можно… Да, Пячеслав. Все время, это же. А вот у нас есть Сергей. Он сегодня приедет. Сергей, можно вас на минутку? У Сергея сегодня очень необычный день, Сергей, можете рассказать? Сергей, я очень сильно был виноват. Сегодня у меня три радости, три радости, потому что я встретился с прежними. Ну, и вторая, потому что у меня сегодня супруга родила девочку. Она в роддоме, до сих пор еще доступна видеть нас. Вот, ну и третья, как всех с наступающим Новым Годом. Всех хочу поздравить. С Новым Годом, что-то. Я первый раз здесь в Новый Год с предом Хари Крещен. Хари Крещен! Севершие горения тайки! Да! Второй кратный Хари Болл Сергей. Хари Болл! Хари Болл! Хари Болл! Тогда начнём получать подарки. Да, а кто-нибудь попеет керцем? Кто по этому быть? Хорошо, тогда можно проветрить перед Гаурарой, начать петь керцем. А у нас ещё есть именинница. Сегодня! Вот это да! Да, давайте, давайте, пожалуйста, не, подождите, надо позвать. Вот идея этой программы родилась, благодаря ей. Благодаря ей буду. Хочешь услуги, что у кого-то сегодня рождение? Тоже точно ничего не известно. Мы хотим вас поздравить с днём рождения, пожелать всего-всего самого доброго и самого лучшего, поздравить с наступившим Новым годом, и мы хотим вручить большой-большой подарок. Дорогие преданные, я очень рада быть в обществе преданных. Спасибо вам большое за то, что вы есть такие добрые, счастливые, вдохновляющие. Очень многие люди говорят о том, что преданные. Они просто, ну иногда даже, вы знаете, подводят от поворота до Калиновки кто-нибудь из местных жителей и сразу же определяют. Говорят, ой, вы, наверное, в храм. Вы как догадались? Ну как бы нет поднимательных признаков никаких. Говорят, да у вас у всех там глаза добрые на самом деле, вы такие хорошие. Очень часто люди так говорят, ну на самом деле это чувствуется. Вот. Я желаю вам всем в следующем году ещё больше углублять свои взаимоотношения с Богом и свои взаимоотношения с божествами. Они очень нуждаются в служении, поэтому, пожалуйста, приезжайте в храм почаще. И поддерживаю Качханту правую, может быть, кто-то вдохновится, и у нас возобновятся воскресные хоринавы. Спасибо большое. Хоринавы. Ты зря говорила. Может быть, и хрена, может, и программа. Кто-то хотел ещё поздравить именинницу, да? Харик Кришна, дорогие преданы. Я, честно говоря, с утра не ждала, чтобы столько гостей, чтобы вот утром полное алтарное и вечером были те же лица и новые лица, столько гостей в этом доме, Шишнита и Горанге. Я очень счастлива видеть вас здесь. На самом деле, такая семейная атмосфера, которая бывает редко, которая очень недостаялась. И я хотела вам сказать, что это очень важно, воскресные программы, которые идут каждую неделю, потому что они не будут постоянными. Постаянно будет что-то новое, будут постоянно прогрессировать и отношения, и храм, и ядра. То есть, например, Челевицкое ядра, воскресенье, воскресные программы, очень много бредных. И я вижу, как идёт прогресс, и насколько мы сейчас получаемся, особенно Хариналами и длительным кирталом. А каждый с Ксени, если вы длительный киртал, это будет совершенно новая жизнь. И я очень надеюсь, что в Новом году Кришна, каждому из вас, сердце ложит это желание встречаться как можно чаще. Ещё раз, с следующим Новым годом! Хариба! Маленький мальчик хочет рассказать стихотворение. Вечер, я кикерина, меня зовут Андрей. Сейчас я расскажу вам стихотворение, я всего три стихотворения знаю. Одно из них подходит, я думаю, для этой публики. Сейчас вспомню. Хочется, я вам открою тайну. Один такой малюсенький секрет. Не бойтесь, я вас не волнуют. Представьте себе, что существует на свете души, настроенную на одну волну. Они как звёзды и в конечности вселенной гуляют сотнями дорог, чтобы встретиться когда-то непременно. Но лишь тогда, когда захочет Бог. Для них нет нормы в привычном понимании. Они свободны, как варенье птицы. Для них не существует расстояние полностью, как это время. Спасибо. Спасибо. Затуманила луза благодарность и слеза. Прощу счастья, положение, в дом вернуться для служения. Все настройки для служения всем даём благословения. Помогаем на счёт три очищаться изнутри. Открываем все сердца, вылетаем в сорт с крыльца. Застилаем мы дорожку, чтоб добра ступила ножка. Приглашаю к вам любовь, счастья засветите судьбой. Приголубьте, приласкайте, всех вокруг любя сближайте. Проповедуем примером, принимаем мы всё смело. Ведь на благах «Всё мы знаем, милость Кришны таковано». Новый год пришёл неслышно и сказал уже с порога «Доброй ночи, Харе Кришна, счастья, радости и Бога!» Вручаем подарки. Начинаем с девушек, да? Молодцы, прекрасно. Видимо, с вами нет. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.